I have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Аладушки, мини-метро, поехали немножечко поразвлекаемся. Сегодняшний, сегодняшний у нас Берлин, осталось времени 11 часов, успеем, я уверен. Итак, два туннеля у нас, берем кольцевую, делаем, без туннелей, пока что так. Первого пассажира перевезли, да. Будем, кстати, наверное, в общем посмотрим, как оно будет. Мы проходим одну ежедневную, одну по заданиям, но по заданиям, например, в прошлый раз у нас не получилось, и как это будет происходить, будем ли мы, типа, повторно пробовать, наверное, на камеру это неинтересно. Я буду, если мы вдруг не проходим задание, потом в оффлайне я буду его за кадром проходить, а что-то новенькое будет появляться, мы будем смотреть вместе. И также, что насчет классических заданий, то есть, видите ли, у нас там был современный Лондон и Лондон 60-х. Я думаю, вот это интересно будет глянуть, поэтому можно поучаствовать, в общем, пишите, что вы думаете. Вот, а сегодня на вторую игру решим уже по ходу, давайте хотя бы эту попробуем вытащить. В общем, я себе такой моральный компас ставлю в тысячу перевозок. Здесь я сделал транзит, потому что тут треугольные, тут треугольные, нам не надо, нам лучше, чтобы красный обвозил туда, а зеленый пусть курсирует по этой линии. И будем их потихонечку расширять. Черт, я сейчас... Я не хочу тратить оба туннеля, если на то пошло. Если у меня будет еще один туннель, я потом закольцую и темно-зеленую линию. Пока что посмотрим. Кстати, вот это интересно, пишите, почему на телефоне можно отдалять, а на компьютере нет. Когда ты играешь на компьютере, ты делаешь колесиком вперед-назад, и оно не реагирует. Ну, по крайней мере, так оно работает нормально. Локомотив, да. Да, туннели еще хочу, согласен. Тогда вот эту тоже закольцовываем. У нас один... Надо как минимум один туннель держать в запасе. Нас в прошлой серии этому научило очень жестко. Вот оно появилось на этой стороне. Это плохо сейчас из зеленой, из красной ветки. Все плюсики будут переезжать. По крайней мере, у нас здесь две станции пересадки есть, как минимум. Это уже приятно. Давайте мы будем делать не транзитными тогда, а, в самом деле, проходными. Чем больше у нас пересекается, тем лучше. Еще также, насколько я знаю, что у нас есть лимит в четыре локомотива на одну линию. То есть, чем больше у нас транзитов, тем лучше. Как минимум, потому что, если мы достигнем максимума на одной линии по локомотивам, по крайней мере, будет в какую сторону это все потом раздвигать. Так, заканчивается у нас вторая неделька. Может, мне вагончик дадут? Вагончики или центральные хочу? Или вагончики, ну, или туннели. Туннели всегда тоже выигрышный вариант. Особенно в нашем случае, у нас тут много рек. Как раз мы сюда подкинем. Вон плюсик появился. Но его сейчас заберут нормально. Еще один треугольник. Мне нужно еще один или два туннеля, как минимум, для того, чтобы дублировать вот этот темно-зеленый. Темно-зеленый у нас пока что в зоне риска. Потому что она одна обслуживает ту сторону реки. Локомотив, да. Вагон, да. Новая линия, это прикольно. Новая линия, она автоматически сжирает этот локомотив, который дается. И к тому же на нее нужно опять же новые, ну, типа... Я так понимаю, что новая линия эффективна в том случае, когда... Когда у тебя все линии уже забиты, по всем линиям ходят уже по четыре локомотива и всякое такое. Вот тогда новую линию открыть прям самое то. Пока что перегрузок я не вижу. У нас проблемы с плюсиком. Но с плюсиком не такие уж и большие проблемы. Я надеюсь, что вот в этой, с правой стороны, будут появляться станции, чтобы я мог... Блин. На зеленый у нас вагон. Чтобы он всех смог забирать. Линия останется большой. Не появляются перегрузы. Сюда красные. Видите, чувак с плюсиком проехался. Этих не подобрал. Он едет в другую сторону совсем. Давайте я запущу второго по этой линии. А, тут еще и уникальная линия. Да, тут точно надо двое, чтобы развозили. У меня есть еще один локомотив в запасе. На всякий случай, уже суббота. Мне сейчас дадут еще одного. И посмотрим, как оно будет. После первого месяца начинаются проблемы. То есть у нас сейчас третья неделя. Подкидываем сюда эту станцию. Локомотив, да. Вагон, да. Наверное, красному надо дать. Вагон. Попробуем. Тут у нас, ну, по идее, локомотив... Тут, ну, на зеленый у нас вагон с локомотивом. Это как по совместимости, как два локомотива на красный, два и на темно-зеленый, два. Все, надо мысли в пучок собрать, а то они рассыпаются. Тут круглых очень много станций. То есть вот это все... Весь вот этот участок по круглым станциям, он проезжает, он только собирает, но не развозит. 200 человек в Берлине. Был бы у меня еще один туннель запасной, я бы сейчас, наверное, бы салатовую, ну, светло-зеленую, отправил бы вот здесь вот через плюсик, но... Но я пока не могу себе... Видите, вот из-за этого я не могу себе такое позволить. Не-не-не-не-не-не, погоди. Вот так. Придется разорвать зеленую, потому что кольцевая с туннелем, и не могу себе позволить кольцевую с туннелем. Вот для чего я держал этот туннель. Чувак, загрузи, ты чего? Подожди, но у нас только одна квадрат... Настолько одна квадратная станция? Зеленый обязан проходить... Да, давайте больше уникальных станций на эту, на зеленую. Ну, конечно же. Локомотив, туннели. Да, туннели. Вагон нельзя сейчас. Я, получается, только один туннель у меня... Не-не-не, подождите. Я не имею права его сейчас тратить. Вторая квадратная станция? Да, давайте. Вот так это я попробую сделать. Вот эта станция у нас прям сильно страдает. Тут постоянно скапливаются люди. Все, всех оттуда сгребли. На зеленый опять коллапс. Еще один кину, третий на зеленую. Они без вагонов, это печально, но, по крайней мере, они будут курсировать, разбирать вот эту надо как-то разбирать. Насчет квадратных прям проблема. Давайте я на красную еще один кину. В другую сторону, в противоположную, чтобы он шел. Это, тут, смотрите, раз, два, три. Три уникальных станции на темно-зеленой ветке. Гранты все должны обслуживать. Я потрачу последний туннель, потому что иначе мы не справимся с крестиками. С другой стороны, салатов у нас сейчас не закольцованы, и я могу себе позволить, чтобы его забирали в ту сторону тоже. Посмотрим, как это все пойдет. Этот круглых только забирает. Нет, он крестика тоже забрал. Хорошо. Крестика он сейчас повезет через всю линию. Это трындец. У нас, смотрите, на зеленый загруз сейчас просто очень сильный. Локомотив и вагон, пожалуйста. Локомотив и вагон. Так, вроде пока что-то ездит. Хорошо. Плюсики у нас перестали скапливаться за счет вот этого. Нам надо, если будет туннель, нам надо салатовый закольцевать, потому что прям страшно в том, что творится. Так. Хорош. Смотрите, смотрите, они просто круглыми задалбывают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Круглых, смотрите, больше половины карты сейчас круглая. Четверг. Еще одна треугольная, конечно. Давайте. Что-то у нас с правой стороны карты немножечко пустовато как-то все это выглядит. Много пассажиров появляется. Да, поезда вроде справляются пока что, но пассажиров очень много. Там пересадочные, смотрите, там народу выгрузили просто. Тонну. Суббота. Смотрите, что на салатовое, какой трындец происходит. Мне не хватает одного туннеля для того, чтобы салатовое прикопить к квадрату, чтобы он через квадрата... Спасибо за это. Квадрат дают еще один здесь. Локомотив, тоннель. Мне придется его сразу потратить, потому что... иначе у нас все не очень хорошо может закончиться. Ну, конечно, еще одну круглую, да. Наверное, чтобы на салатовой... потому что у нас тут только один квадрат был в конце линии. Теперь у нас тут будет хотя бы два квадрата. Один в одном конце, другой в другом конце. Слушайте, а может быть, салатовая, раз она уже перешла в эту сторону, пусть она идет по уникальным станциям тоже. А потом мы ее здесь соединим. Так у нас две линии будут идти через уникальные, и нам не придется всех тащить на переходной узел. Они смогут садиться и в салатовую, и в темно-зеленую... Блин, в темно-зеленый трындец просто происходит. Они не успевают. Мне придется сюда ставить еще один локомотив. Два в одну сторону, два в другую. И это вешаем тоже сюда. Вагоны нужны. И туннели. Кстати, вроде сейчас немножко сняли напряжение. Перераспределили, сняли напряжение. С квадратами стало попроще. Они все равно накапливаются в страшных количествах, но их, по крайней мере, успеваем разгребать теперь. Так, у нас действующих раз, два, три, четыре, пять туннелей действующих. Смотрите, сколько плюсов. Ну, вон, сейчас их всех на салатовую загрузили и откинут. Красное. Ну, там идет практически пустой локомотив. Хорошо, он их заберет. А вот это плохо. Вот это очень плохо. Смотрите. У меня сразу на очень многих станциях коллапс происходит. О, так, локомотив. Вагон, пожалуйста, да. Так. Вагон сюда. Локомотив сюда. Чувак с вагоном едет. Давай, загрузи немножечко. Охренеть, тут пересадка происходит. Станция чуть не лопнула. Та фиг. Там выгрузили 15 человек, загрузили 16. Мне нужно из него хаб делать. Едь, скорее, там людей надо загрузить. Ладно, с этой станцией он подобрал кругляша, конечно. Жаль, что нельзя выставлять приоритеты. То есть, на определенной станции выставляешь приоритеты. Вот он сейчас поехал, только треугольников забрал. Он не забрал больше никого. Это вообще чисто треугольный рейс, смотрите. Он не забирает всех подряд. Он берет только каких-то одних приоритетных. И все. Давайте треугольник здесь еще будет по пути. Салат его надо как-то разгружать. Офигенно. Тут уже кол... Нет, вот это я уже не спасу. Ну, типа, да, он заберет оттуда пару человек, но... Вот это уже полный трындец. Сейчас надо, чтобы скорее воскресенье закончилось. А у меня тут уже четыре поезда фигачат. Темно-зеленый я уже могу и не спас... Я, в принципе, уже нахожусь... ...в очень плохой ситуации. Так, локомотив, да? Вагон, да? По красной могу еще одну запустить. По красной мне не надо еще одну запускать. Хорошо, запускаем по красной и забираем у человека вагон. Вон там станция скоро лопнет. Чувак, подъедь, пожалуйста. Да. Чуть-чуть не хватило нам. Ну, в принципе, ладно. За 57 дней перевезли 1269 пассажиров. Где мы находимся? Мы довольно-таки в хорошей категории находимся по результатам. Хорошо, хорошо, хорошо. Конечно, ошибки были, но... Я так понимаю, что... Ну, наверное, пройти... Хотя, возможно, и можно пройти. Я не знаю. Насчет Лондона, смотрите. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я пошутил. Не-а. В меню, пожалуйста. Я что-то так тыкнул. Прям начал играть. У Лондона есть... Смотрите, Лондон 1960. Рекорд 1410. Я проходил, значит, уже получается, или... Ладно. Париж. Тысяча. Вот, да. В Париже мы тысячу не набрали. Поэтому у нас рекорд 754. Мы не можем сюда пойти. Нью-Йорк. У нас рекорд... Давайте в Нью-Йорк тогда сходим. Посмотрим. Что мы сможем сделать? Как обычно, первую делаем кольцевую. А там посмотрим. У нас... А, тут мосты будут. И мостов у нас три. Есть тоннели и мосты. Ну, вот как-то так. Наверное, стоит сделать одну на Централ Айланд. И две по бокам, смеженные с Централ Айланд, которые будут... Короче, сейчас посмотрим. Как нам будет хватать или не хватать. Я так думаю, что это у нас будет как Центральная. Потому что Централ Айланд. А те, которые будут справа или слева, они будут у нас пересекаться как можно больше с Центральной. Чтобы охватывать большой пассажиропоток. Вот у меня сейчас две линии и два локомотива. Прикиньте, я сейчас локомотив сюда кину. Вот так вот сделаем. Мне нужен четвертый мост на самом деле. Это будет правильно. Я думаю, что если у нас будет четвертый мост, мы сможем это все сделать красиво. Суббота. Давайте на правом берегу еще появится станция. В данный момент у нас проблема, относительная проблема с квадратом. Потому что смотрите, круглые станции, как всегда, больше всех. Треугольные на втором месте. Квадрат один. Вот у меня треугольная станция. Локомотив, да. Два моста, да, пожалуйста. Может мы у нас... Вот. Вот так вот эту закольцуем. И вот так эту закольцуем. у нас остается один мост. Ну, грубо говоря, запасной. Грубо говоря, теперь... Ну, как бы, квадрат у нас является центром. Потому что на квадрате у нас пересечение всех трех линий. С каждой линии нам не надо будет транзитом перекидывать чуваков на другие станции, чтобы они ехали в квадрат. Они могут сразу приехать в квадрат. С одной стороны. С другой стороны. Вот сейчас красный едет. У него два квадрата. Пока он весь кружок не накинет, он никакого квадрата больше... Ну, типа... Грубо говоря, квадраты очень сильно сейчас нам засирают линию. Ну, вроде как, пока что получается. Ну, а это нормально. Сейчас нам еще что-то дадут, интересно. Это всегда, знаете, как киндер-сюрприз такой. О, сейчас нам еще что-то дадут. Есть локомотив. И вагон, пожалуйста, да. Пока, вроде... Я бы фиольчику дал бы на этот вагон, потому что это самая большая линия. Красный, вроде как, относительно в опасности. А с другой стороны, его очень многие дублируют. Поэтому, наверное, пока оставим как есть. Мечко, он высадил квадратных, чтобы квадратные пересели здесь. Ну, ладно. Это, на самом деле, было умно. Давайте продублируем еще и вот эту фигню. Оно мутировало в ромб. Я только сейчас это заметил. Это не очень хорошо. 10 человек в Нью-Йорке перевести. Отлично. Сюда бежит красный. Может, центральная часть это красный. А как его отклеить? Вот так? Да, давай. Квадрат... Давайте на фи... Нигде больше квадрата нету, да? Только одна станция у нас квадрат. Давайте тогда лучше на фиолет пересажу квадрат. Если у меня будет больше мостов, я начну делать бэкапы по сторонам. Но пока что как есть. Локомотив, да. Два моста, пожалуйста, да. Я как раз только что об этом жаловался. Это нужно сделать. Так что, да, поехали. И на фиолет выпустить еще одного. То он начал делать вон уже эти треугольные экспрессы. Может быть, еще один локомотив давайте на красную. И еще один на зеленый. Фиг с вами. Пусть будет поровну. Зеленый у нас еще вот это подхватит сверху. На фиолетовая проблема. Я вижу. Давайте мы ее забэкапим красной. Все. Отлично. Что у нас просто по пустому месту шел мост. Давайте пусть он идет через две речки, в самом деле. Так, еще два моста у нас есть. Отлично, отлично. Отлично. Ну что ж, напряга вроде пока что не наблюдается. Фиолетовый мы вроде немножечко спасли. Получается, нам нужно хабы создавать. Ну, посмотрим пока что. Тут еще заберет всех треугольных с фиолетовой. Да, локомотив хочу. Переход хочу. Будем смотреть, где у нас... Блин. На самом деле, уникальные станции как раз все и фокапят. Больших точек у нас две. Вот круглые и квадратные. Это один мост считается. Хорошо. В смысле? На фиолетовый запускаем еще один. Поехали. А, не справляется. Гляньте, вот все, он транзитом помчал, потому что он полный. Тут проблема. Проблемы в основном в круглых... Отлично, этого не хватало. Да, он их сейчас заберёт, но... Это же вообще ни разу не фан. Загружай треугольников, треугольники нам реально всё портят. Пойди загрузись вот здесь лучше. Вагон нам, пожалуйста, в студию. К красному вагон. Фиолетовому локомотив. Ещё один. Второй переход нам пока вроде ни к чему. Нам надо фиолетовую линию спасать. Она очень перегружена. Да, мы ещё и больше загружаем. Фиолетовая только одна квадратная станция. Одна. Плюс две уникальных. У нас вообще, в принципе, проблема с квадратными станциями. Смотрите. Этот взял плюсиками, загрузился и уехал. Типа, у него всё хорошо в жизни. Да, фиолетовая коллапсность сейчас. То ли мы что-то не так сделали, то ли... Но оно распределилось неправильно. Просто охренеть. Они просто, смотрите, выгрузили сюда до хрена людей. Ещё боль... Фиолетовый уехал чисто с треугольниками. Смотрите, полупустой. Ну красота же. Красота, конечно. У нас проблема в том, что треугольники забивают всё, а и квадратных станций слишком мало. Всё, из-за этого мы сейчас проигрываем. Хорошо. Как этого избегать? Ну, то есть, если у тебя всего лишь две квадратные станции. Во-первых. Во-вторых, если у тебя появляются треугольные экспрессы. То есть, я же не могу выставить приоритет, чтобы они забирали всех подряд. Или, допустим, треугольники. Вот этот поезд, чтобы треугольников не брал. Чтобы он шёл экспрессом. Надо будет потом к следующему разу. Ладно, ребят. Что думаете, будут какие-то идеи? Пишите, если что-то неправильно делаю. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всего латушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok